Величайшей сурой в Коране является сура Аль-Фатиха, как пришло об этом в Ас-Сахихе. Абу-Саиид Аль-Му'алля рассказывает, что пророк, саллаллаху алейхи уассалям, сказал ему «Не выходи из мечети, пока я не расскажу тебе о величайшей суре в Коране». Потом он сказал ему, что это сура Аль-Фатиха – семь часто повторяемых аятов, которые были дарованы нашему пророку, саллаллаху алейхи уассалям. Таким образом, величайшей сурой в Коране является сура Аль-Фатиха, называемая сурой молитвы, сурой рукия и сурой исцеления. Это сура Аль-Фатиха, с которой Аллах, аз-за-ваджалля, начал свое писание, и которая собрала в себе все, что есть в Коране. Как сказал Ибн Кейм, да помилует его Аллах, что Коран весь собран в Муфассаль, все суры, начиная с суры Каф. И Аллах собрал Муфассаль в суре Аль-Фатиха, и Аллах собрал смысл Аль-Фатихи в одном аяте, в словах «Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного просим о помощи». Эта великая сура начинается со слов «Хвала Аллаху Господу миров», и этими словами ты возводишь все хвалы Аллаху Субханаху Вата'аля, подчеркивая Его владычество, славу и всеохватность нашего Господа Субханаху Вата'аля. Затем ты восхваляешь Его словами «Милостивого Милующего», затем ты подчеркиваешь Его величие словами «Властелину Дня Суда», затем ты показываешь свое рабство и свою нужду перед Аллахом словами «Тебе одному мы поклоняемся», подразумевая под этим, что ты поклоняешься лишь Ему одному. Затем признаешь, что у тебя нет силы и мощи и просишь помощи у своего Господа, осуществляя единобожие господство словами «Тебя одного мы просим о помощи». Затем показываешь свою нужду и бедность, смиренность и униженность, показывая, что ты всегда нуждаешься в Его наставлении, чтобы Он наставил тебя на правильный путь. Что это за путь ты просишь у Него? Путь тех, кого ты облагодетельствовал. Это посланники, пророки, правдивые мужи и шахиды. Как сказал Всевышний, те, кто повинуются Аллаху и посланнику, будут вместе с теми, кого облагодетельствовал Аллах вместе с пророками, правдивейшими шахидами и праведниками. Какие они прекрасные спутники. Затем ты говоришь на тех, на кого пал твой гнев, то есть иудеи, и незаблудших, то есть христиане. Ты хочешь обрести спасение? Наш Господь начинает эту суру с хвалы, прославления и возвеличивания Его, Субханаху ва Тааля. Затем дает тебе аят, который делит между собой и тобой. Это слова «Тебе одному мы поклоняемся», где ты признаешь, что ты поклоняешься только Ему. И слова «Только тебе одного молим о помощи», где ты признаешь, что просишь прощения только у Аллаха Аззаваджалля. Это сура, кто поразмыслит над ней, увидит, что она объединяет в себе блага этой жизни и следующей, объединяет в себе пророчества, вознаграждения и воскрешения, а также состояние несчастных и счастливых. Несмотря на свою краткость, это всего лишь семь аятов, но это те аяты, которые повторяются в каждой молитве. И нет молитвы у того, кто не прочел суру Аль-Фатиха. Таким образом, это самая великая сура в книге Аллаха Аззаваджалля.